давайте поговорим теперь о принципу укровки что я планирую получить думаю умрет кто-то надеюсь не умрет в этой части римус люпин и тонкс нимфадора тонкс я знаю что они вроде бы должны пожениться сыграть свадьбу насколько я поняла я надеюсь не они умрут мне почему-то кажется умрет грюм грозный глаз грюм умрет скорее всего и возможно допи это будет грустно я знаю что блин да все я знаю юмора мне это не нравится но я слышала что в общем смотрела там отрывок и знаю что добби умрет и когда он умрет гарри будет копать его могилу типа без майки без ничего собственноручно кто-то мне говорил что прям этот момент жестко вызывает такие знаете эмоции прям плакать отмечу не пойду на самом деле спать потому что очень хочется спать а и Играет музыка Я сейчас в процессе прочтения принципа укровки У меня прочитано уже 224 страницы Я сейчас на 225 Начала читать на самом деле, ну не дам соврать, часов 5 вечера И вот за все время прочитала пока столько страниц Сейчас я очень хочу, честно говоря, кушать Потому что просто, я не знаю, почему-то голодная Сейчас покушаю и мне кажется, наверное, прочитаю еще одну главу Максимум две, потому что Да, еще как минимум здесь 40 страниц, если читать две главы И 20 страниц, если читать одну главу Ну посмотрим, как пойдет Может быть, прочитаю и две Просто прикол в том, что я уже закончила читать свою норму за сегодняшний день, да То есть я вчера распределила Норма моя была вот здесь Это была 202 страничка Ну да, чуть-чуть перечитала Чуть-чуть побольше прочитала Потому что, ну не могу оторваться Это просто... Господи Давайте обо всем по порядку Если вы не против, я открою главы Потому что по ним легче ориентироваться Что вообще происходит по сюжету То есть, чтобы не скакать с эпизода на эпизод Значит, изначально мы понимаем, что у нас сменился министр И на протяжении всего времени вообще Всего времени зарождения С волшебства, в общем Всего времени существования министерства Министр магии главный То есть до этого был Корнелиус Фадж До него еще кто-то был Сейчас у нас новый министр Они так или иначе всегда связываются с премьер-министром маглов То есть на протяжении всего времени Они поддерживают связь для того, чтобы не навредить друг другу То есть, чтобы маглов максимально обезопасить От воздействия волшебного мира У нас здесь появляется нарцисса Малфой То есть жена Люциуса Малфой Мама Драко Малфая Которая является двоюродной Нет, родной сестрой Белатрисы Лестрейдж Лестрендж Блин, я не могу выговорить ее фамилию Но, тем не менее, нарцисса и Белатриса Являются двоюродными сестрами Сириусу Блэку Ну, они тоже Блэк по фамилии Только замуж вышли за разных людей В общем, поменяли фамилию Значит, появляется такая сцена Что нарцисса куда-то идет Белатриса ее очень отговаривает Идти кому-то Потому что не доверяет этому человеку Так получается, что нарцисса идет к Северусу Снейпу Которому доверяет как себе Он является пожирателем смерти И тут я не могу уловить вот эту ниточку Да, связи Почему Дамблдор доверяет Северусу Учитывая то, что тот Ну, как бы и в прошлом был пожирателем И, в целом, после этого доверие В любом случае, так или иначе Оно немножечко исчезнет В целом Потому что человек был уже на темной стороне И даже если он сильно раскаялся Это не дает, ну, как бы полной уверенности в нем, да? Но, тем не менее, Дамблдор очень ему доверяет И в целом я тоже Потому что я думаю, в целом Он хороший персонаж, я так понимаю Но, ладно, пока здесь он не самый лучший Конечно И она просит его о такой просьбе Во-первых, она подозревает, что Нарцисса Подозревает, что Драко получит черную метку Так как Воландемор захочет Отомстить Люциусу Малфу Потому что тот не смог выполнить его наказ В общем, ну, не подставил его А, ну, не предал, господи А просто разочаровал его Попал в Аскабан Сейчас он там сидит И вот, в общем, он хочет По мнению Нарцисса Дать Драко метку И, в общем, как-то ему, может быть, навредить Дабы отыграться и отомстить Люциусу И Нарцисса просит очень Северусу Снэйпа Чтобы он присмотрел за Драко И вообще она попросила его дать клятву ей О том, что вот Он будет оберегать Дальше, по идее, мы возвращаемся опять к Гарри То есть у нас было две главы Когда Гарри почти не было ни слова И на самом деле это редкость Потому что его имя упоминается на каждой странице А здесь прям мало его имени И так было еще в Кубке Огня вроде бы Началось с Дома Редлов Не с Дома Дурсли, как обычно Но потом мы возвращаемся опять к Дому Дурсли И мы узнаем, что Гарри получил письмо от Дамблдора Где тот говорит, что заедет за ним и заберет его Он заедет, заберет, в общем Отправится с ним к новому преподавателю Предполагаемому 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 Надеюсь, правильно сказали Гарри с Дамблдором отправляются к новому преподавателю Который должен вроде бы как преподавать Защиту от темных искусств Но в итоге потом Это уже ближе, наверное, к восьмой Да, к восьмой главе Мы узнаем, что оказывается Новый преподаватель, которого зовут Гараций Слизер Нот Он бывший ученик Слизерина И он обучал и Лили Эванс Ну, в общем, мародеров И семейство Уизли В общем, всех их обучал Такой он уже, типа, дяденька взросленький Толстенький И, оказывается, он преподает Зелье варенье Который раньше преподавал Снэк И, наконец-таки, мы дожили до того момента Что Снэк будет преподавать Защиту от темных искусств И, на самом деле, он прям приятней стал Видно, что урок приносит ему удовольствие В первую очередь Но он также не любит Гарри И Гриффиндор Поэтому минус сто очков Гриффиндору Близнецы открыли в косом переулке Свой магазин со всякими шалостями Который, в общем, процветает И очень неплохую прибыль им приносит Живут они там же Ну, то есть, вот, в магазине Но на этаж выше, в общем Сняли там квартирку и живут У нас ребята уже отправляются в Хогвартс Они едут в поезде И тут Невилу и Гарри Приходит письмо от нового преподавателя Горация Слизернота О том, что он их ждет в своем купе Для того, чтобы покушать Прикол в том, что этот преподаватель Собирает вокруг себя Достаточно влиятельных людей И детей влиятельных людей Или известных людей И, то есть, сначала я не поняла Почему Невилу Потом я поняла Потому что у него родители Значит, мракоборцы Господи, выговорила И, в общем, подверглись Вот этим испытаниям Круцию от Белатрисы Гарри, понятно, почему там Также там была Джинни Уизли Я вообще этого не поняла Но, ладно Я понимаю, что она вроде как Известная девушка Но я не понимаю, почему Он вызвал ее Ну, это странно Не знаю Там много более влиятельных людей В плане, да Популярных родителей Ну, возможно, еще вызвали Потому что Отец там Глава отдела В Министерстве магии Не знаю Это нам не объясняют Потом у нас появился Блейз Забини Участник Студент с Лизерина Который является Тоже шестикурсником Как и наши главные герои И у него влиятельная мама Там какая-то Богатая женщина В общем, но это тоже Не важно Но прикол Самый важный в чем На уроке С новым преподавателем По зелеварению У Гарри не было учебников Потому что он не рассчитывал Туда поступить Но так получилось Что он поступил И он говорит об этом преподавателе Тот выдает учебники Ему и Рону Потому что у них У обоих не было Ему и Рону Выдают по учебнику И Гарри попадается Такой интересный учебник Который в конце подписан Эта книга является Собственностью Принца полукровки Собственно Я предполагаю Что принц полукровки Скорее всего Это Том Реддл Который младший Ибо Ну я знаю Что он тоже полукровка Как и Гарри Но пока у меня Нет больше вариантов Шок Всем добрый вечер Сегодня у нас 23 января Среда вторник Получается Я читаю намного быстрее Чем могла бы ожидать То есть мы начали с вами В воскресенье Да читать эту книгу И в итоге вторник Я ее почти закончила В шоке Просто я в полном шоке Что здесь происходит Это уму непостижимо Я не очень понимаю вообще В целом Что сейчас произошло Я прочитала 27 главу И что-то там непонятное В конце В общем На чем мы остановились Мне кажется На самом-самом начале Я наверное даже И так не смогу сказать Но основное Что здесь произошло Во-первых Это то Что Дамблдор Начал преподавать Гарри Уроки Личные уроки Это погружение В омут памяти И в основном Связанные конечно же С Волэндемортом То что поможет Найти его слабые места Скажем так И Что поможет Его уничтожить Спустя несколько уроков Мы приходим К тому мнению И к тому заключению Что Дамблдор Уничтожит Ну как уничтожит У него есть слабости Грубо говоря Это крестраж Я долго не могла понять Что такое крестраж Но Я все таки поняла В общем Это Предмет В который заключается Кусочек души человека Злодея Темного мага И Если этот кусочек Есть В наличии Скажем так То У темного мага При его смерти Типа Будет возможность Возродиться Я надеюсь Вообще Я правильно поняла Если что Поправьте в нем Пожалуйста Потому что Ну То как я поняла Это из книги Звучит именно так У нас было покушение Дважды на убийство Двух участников Команды Гриффиндора По Квидичу Это Кэти Белл Одна из участниц Она Охотник В общем Там Она тронула Ожерелье Которое ей Кто-то передал Ожерелье Было супер Отравленное В общем Она чуть-чуть Коснулась На самом деле И пролежала Мне кажется Почти весь учебный год Вроде бы В этом В больнице Святого Мунгу Затем Под действие Этого Скажем так Попал Рон Который Выпил Алкогольный Ну типа Алкогольный напиток Медовуху Какую-то Или вино Что-то такое Просто В палате Говорили Что это вино Но Сейчас здесь был диалог Где говорят Что это Медовуха Поэтому Там в общем Напиток Из-за которого Он чуть не умер И благодаря Гарри Спасся Я искренне Тот Помогали Выживать Ладно Все Я побежала Читать Может быть Сегодня уже Не присоединюсь Но Постараюсь Если не получится То скорее всего Уже с дарами смерти Увидимся Итак Только узнала И сразу к вам Подключаюсь Шок Принц Полукровка Это снег Что Жесть Во-первых Я думала Он чистокровный Начнем с этого Да Никакой не полукровка Здесь просто происходит Борьба Между Пожирателями Смерти И Орденом Феникса И вообще Учителями Тоже Разными Преподавателями Даже некоторые Ученики Замешаны В общем Все там пытаются Противостоять им Ой Что это такое Я даже не могла Предположить Что это Северус Снейп Я рада Сообщить О том Что Закончила Читать Предпоследнюю Часть Цикла У Гарри Поттера Принц Полукровка Не могу сказать Что это прям Любимая часть Но Она Очень Познавательна В плане Истории Потому что Основной сюжет Здесь верстится На воспоминаниях На воспоминаниях Волан-де-Морта Связанных С Волан-де-Мортом Так или иначе О его детстве О том Как он вообще Пришел К тому Чтобы быть Таким магом Что в целом У него С детства Была такая Наклонность И вот Это вот Основная Скажем так Сюжетная линия В этой Книге Достаточно Хорошая книга Ничего не могу Плохого сказать Вообще Здесь Грустно Говорить Что это плохое Потому что Абсолютно Заслуженно И я понимаю Почему Вообще Гарри Поттера Так любят И взрослые Дети Потому что Это действительно История На все возраста Просто на все Вот Мне 20 Мне интересно читать Мне будет 40 Мне было бы тоже Интересно читать ее И будет мне 15 12 Мне бы также Было бы интересно читать Но конечно По сравнению Там допустим С философским камнем Или с тайной комнатой Намного Мрачней И это прям ощущается Потому что Герои взрослеют Мысли Поступки у них Меняются Поведение у них Меняется В общем Все у них Меняется И Из-за этого Атмосфера книги Становится Совершенно другая Она приобретает Немножечко другие Очертания Скажем так Смерть Дамблдора Конечно Для меня это вообще Удар Потому что Я до конца Не верила Что Снэйп Его убил Я до сих пор В шоке Потому что Дамблдор верил Ему как себе И я почти уверена Что это какой-то У них Уговор Скажем так Чтобы Возможно В последующем Снэк мог Влиться В В общество Дамблдора Ой Дамблдора В Ландеморта И Возможно Как-то помогать Гарри С его стороны В общем Не знаю Это мы все узнаем В дарах смерти Но Сам факт Того Что он его убил Конечно Удручает И Как скорбили Все Гермионы Женни Плакали Родители Всех Вообще Плакали Ну конечно Для всех Это удар И для меня Тоже Смерть Дамблдора Как его Хоронили Это конечно Очень красиво И Величественно Я бы так Так сказала Собрались Все уважающие его люди Любящие его люди Вот Хорошо Все И Последнее Кстати Там Ой Ну вообще Такие они милашки Конечно Вот Рон Гермиона И Гарри Это конечно Просто Действительно Золотая троица Они всегда Его поддерживают Что бы ни случилось Фух И кстати Эта книга На удивление Отличается От всех Опять же Таки Тем Что Допустим В этой книге И вроде бы В Кубке Огня Единственные две книги Где не начиналось С Тисовой улицы С семейства Дурслей Вообще А с чего-то другого Начиналось И Заканчивалась Это единственная книга Которая заканчивается Не на том моменте Когда Гарри прощается С ребятами И уходит С Дурслей Вот Все Я Устала Говорить Об этой книге Потому что Я не знаю Мне кажется У меня будет такая депрессия Когда Я закончу читать Потому что Насколько вам известно Осталась Последняя книга Она Такая Нетронутая Знаете Вообще Девственная Все я вытаскивала Лазила в них А эту я вытаскивала Только один раз Потому что Ну На Новый год В общем Когда мне Дима подарил Это первая Которую мы вытащили Книга Она еще Кряхтит Скажем так Здесь у нас Вообще Сколько Страничек 637 Меньше Чем В Принципе Укровки На Сколько На 30 Страниц Да Примерно Но Шрифт Здесь тоже Меньше Ставлю Что Прочитаю Эту книгу Наверное До конца Недели Сегодня у нас Вторник Напоминаю С завтрашнего дня Я начну ее читать Предполагаю Что до воскресенья Дочитаю Возможно Я вообще Хочу уже В воскресенье Скорее всего В воскресенье Начну Смотреть Фильмы О Гарри Поттере Здесь будет Много Слез Много Смертей Итак Смерти Кого мы ожидаем Римус Люпин Нимфодора Тонгс Фред Уизли Добби Это только Те персонажи Которых я знаю Кто умрет По-любому еще А Возможно Грозный Глаз Грюм Возможно Вроде бы Он тоже умирает И Ну вот эти точно Пятеро А Сли Не знаю Больше всего Я конечно буду Угревать На смерти Римуса Люпина И Господи Фреда Уизли Я тут Сегодня Словила себя На мысли Что Это наверное Мои любимые Персонажи В книге Люпин И Близнецы Уизли Ну в общем Ладно Это не важно Я Завтра Начну читать Уже Посмотрим Как пойдет Но думаю Примерно до воскресенья Дочитаю Ну что Увидимся завтра Итак Я совсем забыла Сказать Что Из Значимых Смертей Здесь еще Будут Смерть Белатриши И Северусу Снэйпа Я начала Прочитать Прочитала Первую главу Пока ехала У меня С мародерами Закладочка Потому что Мародеры Вал В первой главе У нас Собрание Пожирателей Смерти И Волан-де-Морта Они Вместе Сидят За столом Семьи Я так понимаю Блэков И так Всем добрый Вечер Сегодня у нас 26 января Примерно 9 часов Вечера Я сейчас В Прочтении В процессе Прочтения Даров Смерти На Знаете Какой страничке Сейчас скажу Триста Сидесятая Примерно Триста Сороквосьмая Страничка Это чуть-чуть Больше половинки Давайте Быстренько Совершенно Быстренько Пройдемся По событиям Которые Случились Здесь Последнее Что мы с вами Обсуждали Это было Как раз таки Вот Посиделки Пожиратель смерти Волан-де-Морта За одним столом Где как раз таки Убили Профессора Которая преподает Что-то Маглолюбие Какое-то В общем там Любовь к маглам Вот Она значит Умерла Конечно же И мы Вновь оказываемся В Вселенной Сгаре Именно У нас Здесь что происходит Из-за того Что Волан-де-Морт Набирает силу Дурсли Находится В опасности Потому что Являются Родственниками И так или иначе Волан-де-Морт Это поймет И В общем Поставит Под угрозу Их жизнь Так Они значит Уезжают Оставляют Гарри Одного В этом доме На Тесовой улице Затем Приходит Орден Феникса Почти Всем вроде бы Наверное Я даже не знаю Сколько их там Человек Ну ладно Не важно И начинается Операция по Семи Гарри Часть из них Выпивает зелье Которое Является Оборотным И с добавлением Волоса Гарри Они превращаются В самого Гарри Для того Чтобы Это сделано Для того Чтобы Отвлечь внимание И Не навлечь Беду На одного Гарри То есть Если пострадает То это Пострадает Другой Гарри А не оригинальный Скажем так А сохранение Жизни оригинального Гарри Это самое важное Собственно В процессе Этого всего Умирают Достаточно Много людей Ну как Нет Один человек И одно животное Букли умирает К сожалению Так получилось Потому что Когда нападали На оригинального Гарри Попали в клетку С буклей И она умерла К сожалению Что дальше происходит По возвращениям Они все перемещались В общем В нору Я забыла Говорила я это или нет Но они перемещались В нору И по прибытии Они были первыми Кто пришел В общем Гарри был с Хагридом В паре Затем Поспели Джордж И Люпин Мы потом Про это поговорим Про Люпина Ну ладно У Джорджа Оказывается Ранение У него Потеряно ухо В общем Его там Лишили ухом Но Это как бы Не смертельно Он пришел в себя У него все хорошо Теперь их могут Отличать с Фредом Как они Они сами Если что Так шутили Затем мы узнаем Что умер Глаз Грюм К сожалению Достаточно хороший Вообще персонаж Мне понравился И грустно Что Его было так мало Хотя В четвертой книге Вроде бы достаточно Ну ладно Ну учитывая то Что это все время Был Барти Младший Крауч Тоже конечно Не очень Дальше Что происходит Дальше Дальше происходит День рождения Гарри На который Был приглашен Весь наверное Отряд Ордена Феникса Я думаю И еще Несколько Каких-то друзей Людей В общем Очень мало Достаточно Но В пределах Разумного Но Кто не был Точно приглашен Это у нас Министр Руфус Кримджер Он пришел С новостью О том Что Дамблдор Оставил Завещание В котором указал Всех троих Ну Золотую троицу Единственные ученики Которых он оставил Завещание И Собственно Оставил им В наследство Что-то передал Рону Он передал Дилюминатор Какая-то Такая штука Это Вещь Которая Ну Можно не вставать В общем С кровати И грубо говоря Везде потушить свет Потом Также Вернуть этот свет Но В последующем Мы узнаем Что Данная Аппаратура Также Помогает Найти Какого-то Человека То есть Помогает Его Телепортировать К этому Человеку Просто В том Загвоздка Что Рон Слышал Голос Гермиона Который Звал его И Понял Что он им Нужен В общем Он Нашел их При помощи Этой вещи Достаточно Нужно Но Когда они Получили Они такие Что Зачем Нам Это Кому Даблдерс С ума Сошел Мы думали Ты поможешь Нам убить Воландеморта Поможешь Найти Крестража А по факту Ничего Гермиона Гермиона Он подарил Он подарил Значит Какую-то Сказку О Волшебниках В общем Она Это Магл И не знала Эти сказки Но Рон Их читал Ему читали И он Говорит Это Типа Обычные Детские Сказки Непонятно Зачем Дамблдер Тебе Подарил А Гарри Подарил Он Золотой Снич Первый Снич Который Гарри Поймал В Соревнованиях По квинничу Вот так вот Но это Достаточно Символичные Подарки И Все они Были проверены 500 раз От и до Министерством Для того Чтобы обнаружить Какие-то Темные Артефакты Но по факту Ничего не нашли И Вот тут Я не знаю Блин Половина книги Они должны Понять Зачем им Эти Подарки Буквально Через несколько дней Состоялась Свадьба Билла И Флер На которой Были Привис На которую Были Приглашены Семейство Флер И Некоторые Ее друзья В том числе И Виктор Кран Который Соревновался С ней В турнире Трех волшебников В Четвертой части Да В кубке огня Ух Это было Так давно Я сейчас Осознала Это Ладно Что Дальше Гарри У нас Выпивает Оборотный Зель И превращается В одного Мальчика Рыжего И выставляет Себя за брата Двоюродного Рона И вообще Всего семейства Уизли В общем Двоюродный Брат Детей Получилось Что Гарри Завел разговор С Виктором Крамом И они Увидели Отца По лунной Лавгут У которого На шее Знак Гриндевальда Почему Откуда Они узнали Что вообще Это знак Гриндевальда Потому что У Виктора Крама На школе Он учится В Дурмстронге На школе У него Этот знак А там Учился Гриндевальд И он Его и Оставил В конце Свадьбы Ну вот Буквально Он же К завершению Идет И Кто-то Вроде бы Артур Уисли Приносит Приносит Новость О том Что Министра Магии Убили Но Это все Выставляет Так Что Министр Магии Сам Скажем так Решил уйти С поста Вот так Конечно же Это все не так Его просто убили И тут В конце Прям появляются Пожиратели Смерти Которые Хотят Поймать Гарри Потому что Они уверены Что он там У Значит У семейства Уизли Тут наши главные Три волшебника То есть Наша святая троица Телепортируются Я не помню Как называется Улица Куда они попали Но это Магловская улица И они заходят В Магловское кафе И тут Каким-то образом Появляются И пожиратели Смерти Гарри в этот момент Сидит в В чем Господи В Манте Невидимки Да И появляются Пожиратели Смерти Непонятно Откуда они взялись Откуда они узнали Что Гарри Именно там Попозже мы узнаем Они атакуют Этих пожирателей Смерти В общем Приводят В кафе В порядок Отключают Всем память Всех вообще Отключают И опять Отправляются Телепортируются В площадь На Площадь Грима 12 Вот Это значит Дом Сириуса Блэка Который Раньше был Пристанищем Ордена Феникса Фух Ребята тут живут Некоторое время И буквально В первый же день После появления Они Точнее не они А Гарри Поднимается В комнату Сириуса Блэка Находит там письмо От своей мамы Которая была Адресована Сириусу В момент Когда Гарри Исполнился год Вот после его Дня рождения Значит Лили Поттер его Благодарила За подарки Там в общем Рассказывала Как прошло Сожалела Что сам Сириус Блэк Не смог присутствовать Рассказала Что Питер Петти Крю Был очень печальный После того Как Гарри Посетил комнату Сириуса Блэка Он проходит мимо И видит комнату Как его называют Регулус Артура Блэка И тут он понимает Что эти инициалы Р.А.Б Не просто так Потому что В прошлой части В Принце Полукровки Когда Гарри Достает медальон Из кармана Дамблдора Открывает его Он видит письмо С инициалами Как раз таки От Р.А.Б И он понимает Что это от Регулуса Артура Блэка Тут он Вызывает Кикимера И просит Давай-ка расскажи мне Все о своих хозяевах Прошлых Что вообще произошло Откуда этот медальон Что он значит Кикимер появляется Рассказывает о том Что Приходил значит На земли Кус Флетчер И ограбил Все семейство Так получилось И ограбил Кладовку Кикимера В которой он хранил Важные вещи Связанные с его Хозяевами Он любит Потому что Семью Блэков Всех кроме Сириуса Потому что Сириус Осквернитель Вообще Их крови А остальные Они значит Такие все хорошие В Слизерине Учились Кикимер Рассказывает Всю историю Вообще Что случилось Дело в том Что Волан-де-Морт Хотел Чтобы у него Был свой Эльф-домовик И Регулус В качестве Эльфа-домовика Отправил Кикимера И сказал Типа Вот Служи Волан-де-Морту Какой-то Вот Период Потом Возвращайся К нам Фух Значит Волан-де-Морт Решил С Кикимером Спрятать Свой Кристраж Как раз Таки тот Кристраж Который Искали Дамблдор И Гарри В прошлой части И так Получилось Что Регулус Решил Сам Потом Заменить Кристраж В общем Забрать Оригинальный И подставить Свой С Как раз Таки Той Записочкой Которая Была В нем Так получилось Что В ходе Несчастного Случа В общем Он умер И Как раз таки Утонул Вот в этом озере А Кикимер Телепортировался Домой Все Типа Хорошо Но он Никому Ничего Не рассказывал И до сих пор Вот Считается Неизвестным Семейство Не знает Как он Умер В общем Вот такая Вот мрачная История Достаточно Что еще Дальше Произошло У нас Давайте По главам Я пройдусь Потому что Я не Знаю Точнее Не помню Ребята Наши Решили Отправиться В Министерство Магии И выпить Оборотное Зелье Превратиться В кого-то Из министров Фух Превратиться Превратились В общем Там такая Неразбериха Столько всего Происходит Они пытаются Спасти Людей Отмаглорожденных Ну в общем Волшебников Отмаглорожденных В общем Фух Запутано И возвращаются В итоге Не На площадь Грима 12 Получается Так Что Когда они Телепортировались Какой-то Из пожирателей Захватился За Мантию Гермиона В общем И телепортировался В площадь Грима Собственно Они теперь думают Что там Пожиратели И вообще Там опасно Потому что Они все могли Туда теперь Проникнуть Вот Ну ладно Они Решили Жить в лесу Гермиона Им там Обустроила Просто Лагерь какой-то Классный Ну судя по Описанию книги Очень хороший И окружен Всеми чарами Никто их не видит Никто их не слышит Ничего В этот момент Терпение Рона Просто лопнуло Они поссорились Очень сильно И он В общем Ушел От них Возвратился Значит Я думала В нору А оказывается Он не в нору Он жил у Билла И у Флёр В их новом домике Вот так вот Получилось Грустно Грустно А Гермиона Осталась с Гарри И они вместе Отправились В деревню Из которой Родители Гарри И семейство Дамблдора Сходили значит На могилку Всех увидели И тут Значит Батильда Бэкшот Это женщина Которая В общем Так или иначе Тесно связана С семейством Дамблдоров И она Многое может Рассказать Они значит Ее видят Идут За ней Оказывается Это давно Не она Это Нагайна Змея Волни-де-Морта Которая Как раз таки Хотела Вот убить Гарри Но Не получилось Как обычно Гермиона Его спасла Конечно же Потому что Гарри Вообще Сразу Отрубился Почти Можно сказать И проснулся Уже когда Гермиона Там все Ему рано Обработало И все хорошо Но только Единственная Палочка Его сломалась И так вот Получилось Его прекрасная Палочка Которая Супер длинная Там С первым Феникса И такая Только у него И вторая У Волни-де-Морта Фух Вот такая Вот Ситуация Здесь Сложная Они находят Самое важное Это Книгу Которая Называется Жизнь И обманы Альбуса Дамблдора Книга Которую Писала Рита Скиттер На протяжении Вот какого-то Времени И там Она раскрывает Все Карты Все Непрелести Дамблдора Скажем так Что он Очень сильно Дружил С Гриндевальным Хотел избавиться От маглов В общем Ну как обычно В не лучшем свете И возможно Да это правда Но Гарри Теперь его за это Не может простить Ну вот так вот Получилось Получается чудо Гарри видит Серебряную лань Это какой-то Патронус Выглядит так же Как его Но только Это лань А у него олень И бежит за ним Прибегает на озеро И понимает Что он прибежал К мечу Гриффиндора Вау Решает за ним Нырнуть А Кристраж Кстати у него Вот медальон Который Висит на шее И он Нырнул с ним Так получилось Что он чуть не умер Но к счастью Подоспел Рон Он его спас Он уничтожил Кристраж Все замечательно Ребята Опять воссоединились Гермиона Супер злая На них На обоих Она просто Она там держит всех Я отвечаю Самая сильная И тут Гермиона В своей этой книжке Тоже замечает Знак Гриндевальда Вот так Незадача Откуда он В книге Непонятно И они решают Что нужно отправиться К отцу Значит Поумный Лавгуд Сейчас я прочитаю Как его зовут Ксенофилиус Ксенофилиус Или Ксенофилиус Мне кажется Ксенофилиус Я буду его так Произносить В общем Не важно Лавгуд И Хотят у него Выведать Что случилось Но отец у него Максимально какой-то Странный Он еще более Чудаковатый Чем она Он трус Прям Он ужасно боится За себя Скорее Больше чем за дочь Потому что Поумно Храбрая Девочка Красавица И умничка Собственно Это все Это 21 глава Сейчас на 22 Не могу сказать Что сегодня Буду читать Возможно И не буду уже читать Здесь происходит У нас сказ О трех братьях Очень интригующе Потому что Я видела В фильме Что ли Там как раз Таки Был какой-то Вот рассказ О трех братьев Я как-то Видела Ну ненароком Фрагмент Хочу Объяснить Почему Я жестко Тупанула С мародерами Начнем с того Что я ношу Вот такую вот Прекраснейшую Фотографию Мародеров Фанонных Мародеров В Значит Книги Именно в этой части В последней Вы знаете Я такой Символичный человек Потому что У меня везде были Значит Первые несколько частей У меня были Онли мародеры Онли вот эти трое Потому что Они у меня есть А Я забыла Как его зовут Но из фильма Стать Джоном Ленноном Значит Фанонный Джеймс Поттер У меня его К сожалению нет Потому что Я Ну типа Не особо знакома С его искусством В общем Это не важно Короче Лежат они Значит у меня Вот такие втроем Ой в четвером Лежат они у меня На столе Подходит ко мне Коллега такая Ой А можно я посмотрю Кто это такие Я говорю Конечно смотри Это Фанонные Мародеры Начинаю ей рассказывать Она как бы Знает Не про фанонных Мародеров А вообще Мародеров Потому что Она смотрела Фильмы По Гарри Поттеру Я ей говорю Ну ты же помнишь Их четверо Создатели Этой карты Мародерской Вообще Называющих себя Мародерами Вот говорю Вот типа Тут Джеймс Поттер Сириус Блэк Питер Петтигрю И Римус Люпин А она говорит О Это Сириус Блэк И я такая Конечно Такой Сириус Блэк Красивый Вот Но канонный Тоже красивый Дальше И она такая Кто там еще В мародерах Я говорю Там Джеймс Поттер Питер Петтигрю И Римус Люпин Она говорит О А этот Питер Петтигрю Наверное Я такая Нифига ты вообще Шаришь Да Это он Потом Она такая Ну это скорее всего Джеймс Поттер Потому что в очках Я такая Догадалась И дальше Она говорит И вот этот Римус Люпин Я такая Что? Какой Люпин он? Оказывается По фильму Его зовут Сириус Ой Сириус Римус Люпин Хочу напомнить Что я Несколько Книг Тому назад Пыталась В Узнике Аскобана Я пыталась Переделать Потому что Я не могла Я читала Люпин 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 Переделала себя На Люпин А оказывается Он все таки Люпин Не знаю Возможно Это Просто ударение Ну хотя я уверена Почти что он Римус Люпин Просто это К тому что У меня Теперь опять Будут Какие то Проблемы С С возможностью Его правильного Произношения Римус Люпин Боже Ну Я Всю третью книгу Я его назвала Римус Люпин Плюс Минус Концу Третьей книги Я начала Так Люпин 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 Я сейчас говорю Римус Люпин И он оказывается Люпин Ну просто понимаете Это мою боль Итак Добби Боже Добби умер Кошмар какой-то Двадцать третья глава Самый конец Когда Он спасал Ребят Из дома Малфеев И в него Белатриса Кинула кинжал Ну все У меня депрессия Я уже Врему Тут Сейчас буду читать Двадцать четвертую главу Надеюсь Я не сдохну Потому что Знаю что там Сейчас как раз таки будет Что здесь будет В общем Будет грустно Потому что Добби умер И Гарри Будет Наверное Что-то Какие-то слова Говорить Такие Что Меня будут Доводить до слез Мягко говоря Будут трогательные сцены Вот У нас еще Ремонт делают На верхнем этаже Это кошмар Громко очень И Я не знаю Чем они там Опять Шуршат Кошмар Ремонт 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 У всех Сейчас у нас Произошли похороны Добби Это просто Какой-то кошмар был Ну в плане Очень эмоционально Очень Грустно Красиво Невозможно Короче У меня аж Слезы Упали На странице И у меня здесь Все поплыло Не сильно Но видно Что капнули Очень грустно Такой хороший Вообще Такой хороший Вообще Домовик был Очень грустно Что К сожалению Вот Он умер Но Я рада Что он умер Спасая кого-то Спасая Гарри Потому что Если бы не он То Гарри 100% Бы умер Ну Не 100% Но 99% Точно Бы умер Бабуль Помахайте Всем доброе утро Сегодня у нас 29 Января А вам Смотрите Уже 29 Ребята Не в шоке Я Вообще Не читала Наверное Можно так сказать На выходных То есть Вчера Я почитала Буквально Две главы Когда они Грабили Сейф Латриса Мне еще Предстоит Очень Много Я не знаю Вчера Какое-то Настояние Такое было Еще Бабушка Моя Приехала И совершенно У меня не было Желания Читать Поэтому Думаю Сегодня Завтра Я Нагоню Это Прочитаю Я Очень Надеюсь На это И Начнем Смотреть Фильмы Потому что Я фильмы Тоже не смотрела Так как Бабушка Приезжала И целый день Смотрела сериалы Вот эти Вот русские Знаете Параси Один Вот Собственно На этом Все Я Наверное Отключусь Уже Либо сегодня Вечером Либо завтра Как прочитаю Мне кажется Завтра Скорее всего Вот Поэтому До завтра Итак Всем вечер Добрый Я еще не дочитала Но Я безумно рада Что У меня наконец-таки Возвращается Вот этот стимул Читать Потому что Выходные Были Максимально Нечитабельные И Совершенно На самом деле Не хотелось Сейчас Происходят Суперинтересные Вообще Повороты В сюжете У меня осталось Примерно 100 страничек Ну чуть-чуть Больше Я на 31 главе Это Битва За Хогвартс Поэтому я решила Подключиться Как раз таки Перед этим А потом уже Наверное Только в самом конце Подключусь Если ничего Интересного Не будет Вот Что вообще Произошло За это За это время Последнее На чем Мы остановились Это Была Смерть Тоби Да Когда я Ревела Потому что Гарри Копал Собственноручно Ему Могилку Они оставили Ему все По предмету Вещи Это Конечно Было Тяжело Читать Я Не думала Что буду Так Переносить Тяжело Его смерть Хотя я знала Что он умрет Фух Не знаю Тут еще не умер Фед Люпин И Да еще Много кто не умер На самом деле Что тут Происходило Что тут Происходило Значит Примерно Наверное Несколько недель Гарри Рон Гермиона Кто еще Полумна Дин Крюкохват И мистер Левандер Жили В ракушке Это у Билла И Флер Их дом Называется Так Если у Уизли Дом Называется Нора То это Ракушка Вот Супер Они милые Вообще Билл Такой Такой Зайка Я вообще Не могу Такой Милый Мне очень Нравится Такой Хорошенький Не надоедает Не командует Не пытается Показать Что как бы Я такой Весь Я тут Главный А вышки Этой Вообще Пошли Блин Еще не будете Меня ставить В известность Туда-сюды Потому что Они-то понимают Что у них Цель Это крестражи И вот Как раз таки Понимая Что цель Их крестражи Гарри Приходит К такому Выводу Что Крестраж Возможно Хранится В сейфе Грингоц Так как Это самое Охраняемое Место И тяжело Туда проникнуть Если ты не являешься Владельцем Сейфа И сейф Есть У Лестренджей Вот так Вот они Решают У них Есть Крюкохват Это Значит Этот Гоблин Который Раньше Работал В банке Грингоц Сейчас Он уже Там не Работает Но Знает Вот эти Знаете Скажем Так Лазейки Да И вот Они Хотят Его Попросить О том Чтобы Он Помог Им Проникнуть В банк Грингоц И Открыть Сейф Ластренджей Потому что Нужна им Золотая Чаша Которая Является Крестраж Волан-де-Морта Добывают Они Этот Крестраж Но Этот Милый Гадский Гоблин Ворует У них Меч Гриффиндора Которым Они Должны Уничтожить Этот Крестраж Вот Но главное Они спасаются Все живы Здоровы Тут вообще Операция Была Просто Какая-то Масштабная Супер Волнительная Потому что Там Игорь Использовал Заклинания Которые Запрещаются Типа Круциатус Империю Он Использовал Так Что дальше Еще было Да Затем Они Значит Отправились Ребята В Хогварт Потому что Понимают Что там Тоже есть Крестраж 99% Что там Крестраж А через Хогварт Они хотят попасть Через Хогварт В Хогварт Они хотят попасть Через Хогсмит Но Их Ловят там Пожиратели Но Один человек Помогает им Скрыться Это Аберфорд Дамблдор Брат Альбуса Дамблдора Который винит Альбуса Дамблдора В смерти Их сестры Арианы Да вроде бы Вот Что тут еще Происходит Такое И значит Вот как раз таки Аберфорд Объясняет Вообще Всю ситуацию Со своей Колокольни Скажем так Гарри Аберфорд Аберфорд Макгонагал Использовался На нем Закрятие Империо Вообще Там Поиздевались Над ним Жестко Связали его Избавились В общем От него Хорошо И решили Свергнуть Снейпа Потому что Ни в какие ворота Это не лезет Извините Меня Макгонагал Решила Что нужно Созвать Остальных Деканов И вместе Уничтож Снейпа Потому что Ну не нравится Короче После того Как он убил Дабблдера Потому что Все об этом знают И Пока что Никто не будет Ему верить На словах Точно Свергли они Значит Снейпа Он убежал Но Гарри По шраму Во лбу Понимает Что Волан-де-Морт Уже близко Что он Направляется Хогвартс И Начинается Битва за Хогвартс Самое интересное Ну не интересное А милое Скри Это то что По возвращении В Выручай комнату Гарри встречает Всех вообще На свете Своих Друзей Всех коллег Всех с кем он работал Всех важных И неважных А именно Я была Приятно удивлена Так На него смотрели Кингсли и Люпин Люпин Оливер Вуд Кэти Белл Анжелина Джонсон И Алисия Спиннет Билл и Флёр Миссис Мистер Уизли Короче Все семейство Уизли Там Потому что Кроме Чарли Потому что Он максимально Мало здесь фигурирует В книгах Ну и в фильме Я насколько знаю Его вообще нет Самое важное Появляется Перси И просто Я так Удивилась Просто я написала Шок Перси Значит он Появился Извинился Перед всей Семьей Значит И Все направились Воевать Еще Интересное У Римуса Люпина Появился Сын Это просто Его зовут Тед Тед Римус Люпин Увидимся Наверное Уже с вами Завтра Надеюсь Что Дочитаю До завтрашнего Вечера Вот Всем пока Итак Я рада Объявить Что Я Дочитала Дары Смерти Сейчас Примерно Час Ночи Получается Уже 30 Января И Мне так Теперь Грустно Я сейчас Буду Плакать Закончилась Прекрасно Последняя Глава Вообще Про Изъян В плане Это Самая Такая Я не знаю Живая Что ли Глава И Сейчас Мне нужно Сформулировать Как-то Свои Мысли Так Мы с вами Остановились Битва За Хогвартс Короче Там Умерли Фред Люпин И Тонгс Которая Пришла Потому что Не могла Зная Что ее Муж Здесь Воюет Как бы Оставаться В неведенье И Умерла Вместе С ним Просто Мне очень Интересно Посмотреть С момент Фильм Я уверена Что я буду На смерти Фреда Плакать Потому что В книге Знаете Не посвятили Так много Времени И Строчек Смерти Фреда Ну Конечно Такая Очень Больная Тоже Смерть Вот Еще что Интересного Было Это То Что Про Владельца Палочки Этой Прекрасной Самое Интересное Это еще Воспоминания Северуса Снаипа Которые Ну я не знаю Как будет в фильме Но в книге Он Его Укусила Нагайна Короче У него там Кровь христала Изо рта Потекла Жидкость Светло-серая Что Является Типа Воспоминаниями Его И Гарри Пришел В ум От памяти Значит Вылил Эти зель Эту смесь И погрузился В воспоминания С самого детства Северуса Снаипа И вот На протяжении Всей жизни Как он любил Лили Вот С 9 лет Да Вроде Это просто Я не знаю Так это Красиво Так это Мило И Я понимаю Почему Вот его любят Потому что Он делал это Во имя любви В память Лили Которую он Любит Будет любить Всю жизнь Я любил всю жизнь Сейчас я заплачу Фух А еще мне понравилась Нарсисса Малфы Она супер милая Казалась женщина Когда Волан-де-Морт Попросил узнать Точнее Сказать ему Мерз Лигари Она подошла К нему И спросила Драка В школе Он жив Конечно Ну Ее можно понять Она мать Там переживает За сыном Вот И Она сказала Он мертв Дабы Темный лорд Не убил Все-таки Гарри Вот Поэтому Это очень благородный Поступок Хороший Не истинного Пожирателя Смерти Мерз Молли Уисли И Белатрисой Да Значит Белатрица Против Полуны Гермионы И Джинни Сражалась Они не могли Ее там Втроем Победить Она все их заклятия От этого Отбрасывала И Молли Такая Сейчас я с ней Разберусь Это было Просто Мощно Вот Поэтому Замечательно И Самое Классное Это как раз таки Расшифровка Всего Да Когда Гарри Якобы Попал на небеса Ну Я не знаю Как это назвать Но К Дамблдору Да Он подумал Что он умер И Дамблдор Все ему объяснил Наконец Таки Вот Это замечательно Просто Как мне нравится Я Я безумно счастлива Что Стала Таким Вот Теперь Каким-то Знаете Немножечко Осведомленным В этом мире То есть Я не только Знаю Что кто-то Умер Что был Дамблдор плохой А знаю Вот Подро А знаю В подро А знаю В подробностях Вот Поэтому Эх Я не могла Не принести Все книги Мой Прекрасный Философский Камень Который Мы поставили Первую Они просто Не в порядке Стоят Потом Тайная комната Ох Сейчас я Наверное Порассуждаю Какая моя книга Была любимая И думаю Все-таки Наверное Узник Аскабана Потому что Здесь еще Все счастливы Здесь еще Все живы И Она не такая Больная Для меня Но В тот же Сам момент Эмоциональная Вот И в фильмах Все Супер Красивые В узнике Аскабана Кубок огня Который я читала Достаточно Кстати Долго Но Смерть Седрика Это конечно Грусть Печаль Орден Феникса Самая толстая Книга И реально Самая большая Которая Которая читала За всю Свою читательскую Наверное Жизнь Реально На 43 Условно Печатных Листа Я еще не читала Ни одну книгу Тем более За неделю Ну может быть Читала Но Не помню Дальше Принцип Полукровка Которая Наверное Была После философского Камня Самой быстрой Потому что Философский Камень Я прочитала Буквально На следующий День Вечером Ну где-то В ночь Закончила А эту Я прочитала За три дня И тайную комнату Где-то так же Ну сравните Размеры Тайной комнаты Да Вот такая вот И Как бы Принцип Полукровка И конечно же Дары смерти Ох Теперь у меня Все мои книги Вместе Вот такая вот Красота Ай Как я счастлива Блин Это просто Не писать словами Правда Я уже мечтаю Как начну смотреть Фильм И как будто Заново Окунусь В историю Я готова Сейчас плакать Я супер счастлива Мои мародеры Идут Сюда же В дары смерти Они меня Сопровождали На протяжении Прочтения Этой книги Поэтому Мы вот так вот Красиво Вкладываемся Закрываем Если вы досмотрели До этого момента Спасибо вам большое Я Удивлена Если вы досмотрели Правда Мне очень приятно Что вы Провели со мной Вот этот Месяц Можно сказать Почти месяц Я читала Да И Я надеюсь Что Вы поделитесь Со мной Своими Вообще Эмоциями По поводу Книг Фильмов Может быть Вы читали Может быть Вы только Смотрели Что вам Больше Нравится Ваши Любимые Персонажи Ваши Любимые Части В книге И в фильме Потому что Они скорее всего Могут Отличаться Вот Кстати По поводу Любимых Персонажей Блин У меня их Теперь Мне кажется Много Римус Люпин Вообще Я не знаю Он такой Добрый человек Это просто Не знаю Он мне очень нравится Фред И Джордж Уизли Потом Мне нравится Книжная Джинни Я не знаю Как она будет В Фильме Но Книжная Мне нравится Северус Снейп Прекрасный человек В целом И Ну как бы Понятно Что он не очень Любил Джеймса Поттера Но Из-за этого Возможно Да у него Было небольшое презрение К его сыну Но Все равно Я не знаю Вот ради Лили Он как бы Такой вот Не знаете Не знаю Благородный Что ли Профессор МакГонагал Просто Не женщина А богиня Я ее буквально Вот На страницах Где она Противостояла Северусу Снейпу Когда тот Еще был директором Я просто Ее благословила Потому что Я конечно знала Что Северус Снейп типа хороший Но Знаете Все по-разному Бывает Все Всем спасибо Большое за просмотр Подписывайтесь Пожалуйста На мой Телеграм-канал Всем спасибо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok